Уважаемый Илхам Гайдарович, уважаемые члены делегации, еще раз я сердечно от всей души приветствую вас и членов азербайджанской делегации Узбекистана Янабар Матахош Керпседа. Подчеркну, что ваш нынешний визит является важным, знаковым событием в истории двухсторонних отношений и развития узбекско-азербайджанского новопланового сотрудничества. Азербайджан для нас близкий друг и испытанный временем надежный стратегический партнер. Наши страны связывают общая религия, духовные ценности, схожие традиции, язык и культуру, о чем мы сегодня в узком кругу очень подробно говорили. Мы в Узбекистане всегда искренне рады впечатляющих успехов Азербайджана. Сегодня наши достижения, ваши достижения призваны во всем мире. Мой брат, уважаемый Ильхом Гайдарович, продолжил дело своего великого отца Гейдара Алиева и восстановил историческую справедливость, вернув исконные земли азербайджанского народа. Сегодня под вашим руководством проводится большая созидательная работа. Эта земля на наших глазах вновь становится светущим краем. Мы будем рады внести свой вклад в это благородное дело, о котором тоже мы в узком кругу говорили. Уважаемый участник заседания, в ходе сегодняшнего узком кругу, в узком формате мы с Ильхом Гайдаровичем, я думаю, очень предметно, откровенно, доверительно по всем нашим вопросам двухсторонних отношений, даже искренне по направлениям говорили. Как должны делать, что делать, чтобы у нас был реальный результат. И, конечно, в последние годы мы значительно активизировали наш доверительный диалог и практические контакты. Сегодня будет принят важный политический документ, декларация углубления стратегического партнерства и наращивания всестороннего сотрудничества. У нас налажена тесная координация в рамках Организации Объединенных Наций, Организации Турецких Государств, СНГ, ОБСЕ, Движения Неприсоединения и других международных организаций. Мы наблюдаем динамичный рост торговли, промышленности, кооперации. Мы только об этом сегодня очень критически, серьезно говорили, что на самом деле вырос товарооборот в шесть раз. Но нам стоит об этом критически подумать, и мы очень серьезно этот вопрос проанализировали. Число совместных предприятий увеличилось в четыре раза. Среди успешных знаковых проектов можно отметить запуск совместного производства автомобилей Гаджа-Габули и кооперацию в области шелководства. Однако показатели еще очень скромные и указывают на необходимость использования имеющегося огромного потенциала фактора взаимодополняемости наших экономик. Накануне нашей встречи плодотворно проведен бизнес-форум, подписан пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов на сумму свыше полумиллиардов долларов. Среди них перспективные проекты в нефтегазовой и нефтехимических отраслях, энергетике, фармацевтике, по производству строематериалов, винодельческой, пищевой продукции, текстильных и ювелирных изделий. Есть возможность для реализации проектов на базе свободной экономики зоны АЛЯД с последующим выходом на рынки ЕС. Также договорились, что для продвижения проектов будет создан совместный инвестиционный фонд, а уже в следующем месяце состоится заседание межправительственной комиссии для принятия программных мер по их ускоренным решениям. Уважаемый член делегации, стратегический характер носит наши сотрудничества в сфере транспорта и коммуникации. Мы намерены и далее наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана, в том числе железную дорогу Баку, Тибилиси и Карс. Особенно это касается вопросов транзита, продовольственных и промышленных товаров. В то же время нынешние реалии требуют формирования альтернативных коридоров. В этом контексте строительство железных дорог Узбекистан, Кыргызстан, Китай и Термес, Мазари-Шариф, Кабул-Пешавар позволят перспективе обеспечить нашим странам кратчайший выход на рынки государств АТР и Южной Азии емкости более 3 миллиардов потребителей. Мы договорились создать рабочую группу под руководством министров транспорта для решения первоочередных задач в этом направлении. И мы договорились создать рабочую группу под руководством министров иностранных дел тоже. Мы не оттягиваем эти вопросы в следующем месяце. Первая встреча будет в Ташкенте. Конечно, вместе с министрами иностранных под патронажем, министрами иностранных дел, будут министры и транспорта, и инвестиций, и экономики, я думаю. Потому что у нас очень серьезные намерения. Очень важным, считаю, усиление кооперации в сельском хозяйстве. Речь идет о создании кластера по производству шелка, проекта в области хлопководства, внедрения инновационных разработок. Наши министры должны в эти дни согласовать дорожную карту по всем перспективным нашим направлениям. И сегодня же, и пока сегодня, завтра есть время дать свои предложения. Важнейшая роль в расширении многопланового сотрудничества отводится прямым межрегиональным связям. Мы условим, что в самое ближайшее время наши столицы и крупные города установят партнерские отношения. А сегодня будет подписано базовое соглашение. Кроме того, предлагаем в этом году провести в Ташкенте первый форум регионов и выставку их промышленного потенциала. В гуманитарных измерениях надо регулярно проводить взаимные дни культуры и кино, наращивать контакты и обмены между вузами, научными учреждениями, спортивными и молодежными организациями. Укрепление деловых и гуманитарных связей будет способствовать расширению сотрудничества в области туризма. Признательным президентом Азербайджана за особое внимание и поддержку принятия отдельной программы по туризму. Предлагаем в этом году совместно провести узбекско-азербайджанскую туристическую ярмарку. Готовы также развивать тесное взаимовыгодное сотрудничество в области реставрации и сохранения памятников нашего богатейшего культурного наследия. Кроме того, сегодня будут приняты важные документы в области военной и военно-технической сотрудничества. Министрам обороны необходимо уже сегодня определить первоочередные шаги по реализации этих наших соглашений. Уважаемый Михаил Гайдарович, уважаемые члены делегаций, хотел бы еще раз подчеркнуть, что наши страны обладают огромным потенциалом. Мы сегодня в узком кругу все наши потенциалы по всем направлениям еще раз очень глубоко обсудили и дали поручение сопредседателям или председателям межправкомиссии, чтобы у нас в ближайшее время, до встречи у нас в Самарканде до ноября этого года, чтобы уже у нас был реальный результат. И самое главное, чтобы мы приобрели положительный опыт наших взаимоотношений. Я хочу всем членам делегаций сказать, что у нас такого доверительного, такого открытого разговора еще не было. Сегодня мы в очень доверительной форме открыто признали, что есть очень большие возможности, но, к сожалению, результатов мало. И вот эти результаты, они должны говорить о том, что исторический визит Ильхана Гайдаровича, он должен сам по себе дать новый импульс наших отношений. Я думаю, что я хочу сказать, что я полностью удовлетворен нашими сегодняшним переговорам, потому что вот я этого хотел, чтобы вот этот визит был историческим. Он, на самом деле, исторический в том плане, что он оставит большой след нашим таком огромном потенциале наших взаимоотношений, и это будет реальный результат. Так что я еще раз приветствую вас в Узбекистане. С удовольствием Ильхан Гайдарович, слово вам представляю. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые узбекские братья. Я, в первую очередь, хотел бы еще раз поблагодарить за гостеприимство и за приглашение. Я очень рад посетить братский Узбекистан и иметь возможность с вами обсудить важные вопросы нашего будущего взаимодействия. Визит, на самом деле, исторический. Я полностью разделяю мнение Шавката Мирамоновича по тем направлениям, которые он отметил в своем выступлении. Мы закладываем основу будущего всестороннего развития наших отношений. Вчера и сегодня подписано уже и будет подписано около 20 документов, которые охватывают практически все важные сферы нашей жизнедеятельности. И, конечно, политический документ, совместная декларация определяет направление нашего развития на многие годы вперед. Что касается вопросов экономического взаимодействия, то я солидарен с тем, что сказал Шавкат Мирамонович. Нам надо интенсифицировать контакты, соответствующие поручения даны министрам. И уверен, что по каждому направлению – экономическое взаимодействие, увеличение товарооборота, транспортно-логистическая сфера, энергетика – по каждому направлению будут хорошие результаты. Мы решили, два президента решили, что сами будем держать выполнение наших поручений под контролем. И регулярно нам будут докладывать соответствующие министерства о продвижении. Таким путем мы сможем добиться значительного прогресса в торгово-экономической сфере. И не только. Потому что сегодня мы обсуждали важные вопросы международного взаимодействия. И, конечно, с огромным удовлетворением отмечаем постоянную взаимную поддержку во всех международных структурах. Шавкат Мирамонович сказал о тех организациях, где мы сотрудничаем. Мы на самом деле сотрудничаем как друзья, как братья и оказываем поддержку. Также особую благодарность хотел бы еще раз выразить за поддержку Азербайджана в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана. Азербайджанский народ чувствовал в самое тяжелое время братскую поддержку узбекского народа. И я, как президент Азербайджана, всегда чувствовал братскую поддержку моего брата Шавката Мирамоновича. И это для нас очень ценно. Это незабываемые события в истории наших отношений. Конечно, с учетом ситуации в мире, каждая страна должна стремиться укреплять обороноспособность. Сегодня часть нашего диалога с Шавкат Мирамоновичем была посвящена этому вопросу. Даны соответствующие поручения. Думаю, что в направлении военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере военного образования будут сделаны дополнительные шаги. И думаю, что эта сфера также будет укреплять наше взаимодействие, поскольку и в Узбекистане, и в Азербайджане существуют темы, которые необходимо обсуждать. Существуют внешние вызовы, с которыми нашим странам и народам приходится сталкиваться. Поэтому, думаю, что обмен опытом и практическое взаимодействие в этой сфере будет как никогда важно. Я благодарен Шавкату Мирамоновичу за оперативное решение, вопросу, связанное с развитием азербайджанского шелководства. Когда я обратился за поддержкой, сразу было оказано содействие, и это позволило нам предпринять шаги для того, чтобы поставить эту отрасль на путь развития. Также сегодня мы обсуждали вопросы, связанные с другими направлениями сельскохозяйственной деятельности. И по этим направлениям также будут значимые успехи. Конечно, я очень много слышал и до визита, и уже в рамках визита о промышленном потенциале Узбекистана. Сегодня будет возможность ознакомиться с промышленным потенциалом, с частью его в технопарке. Но уверен, что это будет очень познавательно. И с точки зрения практической реализации совместных проектов, очень важно для нашей кооперации. Уже есть хорошие элементы, которые мы видим в рамках взаимного общения, а именно это автомобильный завод Гаджигабули. И сегодня мне было сказано, что планируется расширить номенклатуру производства автомобилей и увеличить количество производства автомобилей. Это то предприятие, которым Узбекистан может по праву гордиться. Я знаю, что таких предприятий в Узбекистане немало. Также хотел бы особо выразить благодарность за братскую помощь в деле восстановления Карабаха, за решение президента Шавката Миромоновича подарить и построить школу в освобожденном городе Физули. Работы уже начались и планируется к следующему учебному году школу ввести в действие, в эксплуатацию. Мы очень высоко это ценим. Это первый такой подарок от кого бы то ни было. Мы пока восстанавливаем Карабах своими силами. И, конечно, братское отношение для нас очень ценно. Потому что как только закончилась Вторая Карабахская война, и мы встретились с Шавкатом Миромоновичем, он предложил вот такую инициативу. И это с благодарностью было принято. И с практической точки зрения эта школа будет также символом нашего братства, останется на века в памяти азербайджанского народа. Я очень высоко ценю реформы, которые Шавкат Миромонович проводит. Реформы по увеличению инвестиционной привлекательности Узбекистана, по наращиванию его промышленного потенциала, по решению социальных вопросов. Мы неоднократно встречались в рамках различных международных мероприятий, и в том числе и в Баку, и обменивались мнениями. И страна с такой позитивной демографической динамикой, как Узбекистан, конечно, она справляется с этими вызовами. И промышленное производство, рабочие места, социальное благосостояние народа, все эти темы, которые постоянно в центре внимания президента. И в этих направлениях мы в Азербайджане, я уверен, и жители Узбекистана видят большие достижения, большой прогресс. Мы этому рады, как друзья, как братья. Мы радуемся вашим успехам и уверены, что это поступательное развитие братского узбекского народа будет продолжено. И со своей стороны, конечно, будем также прилагать усилия для наращивания взаимодействия. Мы очень много подробно сегодня говорили по многим темам. И самое главное, что будем контролировать выполнение всех поручений. Так что еще раз спасибо за гостеприимство. И надеюсь, что сегодня и завтра мы продолжим с вами вот этот активный продуктивный диалог. Спасибо еще раз, Ильхом Гейдарович, за дана оценка тех реформ, которые Узбекистана за последние годы сделаны. Конечно, мы живем очень сложное время сейчас все. И, конечно, в это сложное время мы должны находить друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!